Мы не можем пройти туда, посмотри, что там делается, там мы не можем пройти, там такая беда в палец в большинстве. Ну там, леской не вожу, надо такая... Я не знаю, надо узнать. Нам очень нужно это сделать просто. Ну они сейчас приезжают. Я знаю, на будущее, что нужно приедет в аппарате. Ты ему скажи, мы можем даже заплатить что-то и не платить. Ну будет, это же отковано было. Сразу-сразу. Здесь? Я откушаю, это одно. Иначе я откушаю. Городие, прогулали. Я за них проехал. А что они учла охотить, у меня на 3-2 дня. Я не слышала, а они прям проехали. Меня просто собакой куда-то, они прям оттуда жив туда, прямо проехали. Потом сюда едут, потом встали и здесь стреляют, а вновь не совсем, нет они нормальные, они нормальные. Так, поближе подойдите, поближе подойдите. У нас нужда большая, вот эти два пруда, ну и южный тоже. Мы не можем подготовить их к весне, как это косметический ремонт. Может там бобры прорыли, я привез капканы, что-то может сделать, но там наросла такая лебеда, как палец на щенок, и конопля, и крапива, косить литовка не берет, топором рубить, ну что, каждый стебель там будет. Какой высоты? Я подумал, сантиметров 20 хотя бы, вырывать нельзя, это мы ретрушим верхний слой зимой. И нужно, чтобы кто-то пришел с жужжалкой, и не леской этой, а каплаката. Пила, наверное, это надо, диск, диск, диск. Пройти, значит, тот пруд полностью, поверху очистить, больше нигде не задевать. Не дать. Совет нужен будет. Я знаю, что делать. Я в прошлом году себе огород очищал, лопату штыковую тупо затачиваешь, как нож, и она прям моментально все срезает. Идешь, идешь, идешь быстро. Я ходил с лопатой тоже. Надо не остроносую лопату обычную, а тупую делать, затачивать как нож, и она подрубает. Я быстро огород очищал. Пусть делает. А у меня готово есть, я отдам. Ну, Сахар, ощущаю, если вернулся ни с чем. У него готово есть, он может дать попробовать. Я просто сказал, что делал. Я делал в прошлом году. Пруды надо очистить поверхность, там упало дерево. И проверить, где прорыто, то мы можем пока заклепу поставить. Если хотите, чтобы рыба была и вода, надо сейчас позаботиться. Этот пруд и тот. Ну, и на южный, заглянусь. Три пруда, которые просто недосягаемы. А в России невозможно, тайгами. Но вырвать никак нельзя. У тебя жужжалка как работает? Леска или как? Леска. Там дерево поперёк упала. Вот этот пруд. Ну, косой, только косу взять. Не косой, лопатной затачиваешь. Там любеза в палец, вот такая наросла. Вот, а это не вода. Еще пальцем. Леска. Леска. Топором. Хоть с топором или мочетой я беру в руке. Да, мочета. Мочета согнутся в положении. Ну, а что мочета тоже надо. Я вчера был на Рыжковском проходил, там по плотине прошёл всё-то. Да. Ну, вроде нигде не видать никаких нор, ничего нет. А мы были там. А? Были, мы на днях ездили. Ну, я вчера был. А сегодня стреляли на этом пруду уже. Не журить не будешь, там надо повесить еще там эти... Таблички. Та стреляли запрещены. Мне сказали повесить. Кто повесил? Вперёдные деревья. Повесить надо. Там таблички кто повесил? Теревказ запрещены, там всё написано. Повешиваем, повешиваем. Мы зимой их сделаем. Это жаазе. Видно, поэтому они пришли. Охотники пошли. Ну, мы зимой их сделаем и повешиваем. Ну, и что делать-то будем, как? Ну, не повешивайте плотины освободить. Только брать лопаты в острове, лопатой и все, больше как. Лопатой. Стрелать нельзя, она скрепила почву хорошо. Я пошел, ей два вылез оттуда. Там одно дерево поперек лежит. А где, на какой плодинет? Да на вот это. Сначала где рыбу ловите, лагерный этот, а потом вот этот надо пройти подготовить. Лагерный там плотина, там же деревья. На деревья все равно нет. Дерево одно упало, перекрыло, это убрать может пилой. Но все заросло. Такие заросли, что как будто бы я не в деревне нахожусь, а в жмень зайдет. Не в жмень, а в жмень. Так, подождите, братья, объявление пока о прудах подождем. 13-го числа с утра в 9 часов приедет фельдшер, ну и врач наш местный. Ну, нужно проходить диспансеризацию всем. Хотели приехать врачи мамонтовские, но это обескровим тогда весь район, ничего не получится. Они решили приехать сами. Утром желательно не завтракать, особенно сахар, потому что глюкометр у них будет, они проверят сахар, давление. То есть хотя бы общее состояние человека, потому что нам туда в мамонтово не поехать. И они просят собраться сюда в 9 часов, прийти, кто прописан, ну кто наши деревенские. Кто числено, 13-го числа в эту среду, в 9 часов утра. Игорь, весь интернет напомнил, не давать уколы. Уколы ставить не будут. Уколы репродуктивные возраст полностью решаются, они родить не могут или уроды. Эта задача не рвала стоит с ХАГАВА. Поэтому... Не ходить. Главное, общая диспансеризация. Диспансеризация, это означает все больные, ложитесь на холете. Мы все здоровые. А мы как раз доказываем, что без врачей можно жить. Без врачей-то их трогать, зачем? Наш, в общем, местный врач приедет, Механошина. Она сельчина, так. Косметически, да. Давление проверить. Давление, так, то есть визуально что-то. Давление померяю. С карточками, карточки возьмите свои. Нету, ну если нету, заведут. А у кого есть, приносите. Большая статья была, врач-киллер. Приходит такой-то, а он добился карточки ему там, далее, он узнает, одинокая бабка. Вот приходит другой, укольщик, остановится, убирает, уходит. И, дай вас совесть, больше 20 старух на тот свет отправил. Так что, лишний раз дверь не открывай. Вот так. Все. Еще две занятия. В час занятия, да? В час занятия. Все.